Два года жители Ульяновска ждут свои квадратные метры. Строительство дома 2С жилого комплекса вместе в Заволжском районе началось ещё раньше, но было заморожено. Застройщик обанкротился, а люди остались без обещанного жилья. На сегодняшний день депутаты областного парламента предлагают несколько путей решения проблемы. Один из них – привлечение застройщиков, которые обладают финансовым потенциалом. Так, в мае текущего года за строительство дома 2С взялась группа компаний «Железно». Мы закончили каркас дома, началась отделка фасадов, проводятся работы внутри здания, инженерной системы, частично реализовано начало благоустройства дома. Дом общей площадью 15 тысяч квадратных метров доставил застройщику немало проблем. Убыток от проекта составил 50 миллионов рублей. Пришлось решать вопросы с поставкой каркаса. Очень сложная была задача доделать каркас в том виде, в котором он был спроектирован. Но компания справилась, и мы практически вошли в нормальный уже рабочий темп. И надеемся, что мы выполним свои обещания передать этот дом к июлю месяца 2021 года. На сегодняшний день строительные работы завершены на 75%. Согласно плану, уже летом 2021 года жильцы получат обещанную жилплощадь. Проверить качество проведения строительных работ приехал губернатор Сергей Морозов. «Поменяли фасад дома тоже. Это будет так? Да, это будет так. Поменяли раскраску фасада тоже сделали в более современном стиле. Во всех квартирах будет сделана предчистовая отделка белая, для того, чтобы как можно быстрее жители уже заселялись в этот дом. Ждали они очень долго». Для решения проблемы обманутых дольщиков также привлекаются финансы из регионального бюджета. На 2021 год на эти цели выделено свыше 200 миллионов рублей. «Соответственно, по заволжью у нас предусмотрено с финансированием порядка 104 миллионов. Это достройка 19 дома. То есть это средства, которые позволят достроить дом полностью». Микрорайон в новом городе растет. Новостройки отличаются свежим дизайном, инфраструктурой и комфортом. Для самых маленьких жильцов спроектирована современная детская площадка. Проводя осмотр, губернатор отдельно отметил озеленение территории. «Это совершенно существенно отличается от тех подходов, которые у наших строителей есть. Современные детские и спортивные площадки, одновременно это озеленение мне очень нравится». Район продолжает застраиваться. Потребитель сможет выбрать дом на свой вкус, малоэтажные застройки или большие высотки. А за безопасностью сделки начнут следить представителей региональной власти. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ.